Эта встреча чем-то напоминала качели. То одна команда выйдет вперед, то вторая. Соперники достойные друг друга, говорили зрители. Но тренеров такое равенство сил ничуть не устраивало. Действия подопечных корректировали в ходе тайм-аутов. Старайся освободиться. Он маленький, он тебя внизу вяжет. Вперед! Вперед! В последнем периоде паритет, казалось бы, сломался. Команда Новоульяновской школы номер один оторвались от Ишевцев на несколько очков. Казалось, что все потеряно. Но лицеисты собрались в концовке и выдали на гора, опередив сверстников. Нужно работать больше, я думаю. И все, тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. Что больше таких ошибок не совершалось. Игра была очень тяжелой для нас, для нашей команды. И мы старались до последнего. И все-таки мы добились в конце хорошего результата и выиграли игру. Хотя перевес был и небольшой, всего лишь одно очко, но нам этого хватило. У Ишевцев третье место. Золото и путевка на окружной финал достались баскетболистам из Димитровградского многопрофильного лицея. Ее они увели у соперников из 40-го Ульяновского лицея. У девушек не было равных спортсменкам из Новоульяновской школы номер один, которые обыгрались сверстниц из лицея при УЛГТУ. Здесь всегда проходит все на высоком уровне. Очень специалисты организованы. Всегда все, как говорится, готово. Мы только приезжаем, устанавливаем оборудование и все проходит замечательно. Окружной финал Кэсбаскет пройдет уже в марте. Но ульянским чемпионам, похоже, не придется паковать чемоданы. На данный момент решается судьба места проведения окружного финала. Скорее всего, он состоится в Ульянске. Эдуард Истомин, Сергей Свешников. Вести Ульянск. Ульянск.